Беларусь 4 Могилёв Можете на неё подписаться, смотреть наш эфир и задавать вопросы нашим гостям и собеседникам. Сегодня у нас в гостях Матвей Крутиков, учащийся 2-го курса Могилёвской государственной гимназии колледж искусств имени Евгения Глебова и Вера Фёдоровна Граченко, председатель цикловой комиссии народные инструменты, преподаватель по классу Баяна. Это гости нашей первой части, будет у нас и вторая часть. Вера Фёдоровна, расскажите, пожалуйста, Матвею летом посчастливилось стать учеником 31-й международной летней творческой школы «Новые имена» в Суздале. Я почитал, что вместе с ним там были 250 юных музыкантов и художников из России, Беларуси, Узбекистана и Сербии. В чём уникальность этой школы? Ну, уникальность этой школы в том, что это большой такой образовательный проект, и задача фонда – найти талантливых ребят. Помимо того, что они должны найти, они помогают развиваться им. Ну и задача, конечно, самая основная – это показать всем, что такое огромное количество талантливых детей есть у нас в стране. Как вы туда попали, расскажите. Ну, мы до сих пор удивляемся, как мы туда попали. На самом деле, там очень серьёзный отбор на конкурсной основе. На наше учебное заведение пришло приглашение принять участие. В отборе, хочу сказать, что из Республики Беларусь на нашей смене было всего лишь два человека. Это мы и девочка-скрипачка из Минска. Хотя только из нашего учебного заведения, наверное, человек 15 подавали заявку. Нужно было заполнить анкету, прислать видео своего выступления концертного, и там уже организаторы конкурса непосредственно отсматривали и таким образом выбирали. Ну, это, получается, своеобразный творческий конкурс. Ну, да, конечно. Заслуженный артист России, композитор Сергей Войтенко, произведением «Откровения» открывал свой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Несколько лет назад. Матвей тоже начинает с него. Почему, расскажите? Ну, может быть, потому что тогда Сергей Войтенко посвятил это произведение своему преподавателю. Он так и говорил на концерте, что я посвящаю эту написанную пьесу своему преподавателю, которой он безмерно благодарен в том, что он стал таким великим музыкантом. Давайте послушаем «Откровения», потом вернемся в студию и поговорим о конкурсе и юных музыкантов. «Откровения» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 что у него получается радовать слушателей. А была ли у него альтернатива баяну? Ну, как он рассказывал сам, делился. Когда он пришел в музыкальную школу, он хотел играть на каком инструменте? На гитаре. Но выбора у него не было, потому что его встретила последствия, которые стала его преподавать Людмила Петровна. Сказала, о, хороший мальчик, давай-ка ты пойдем ко мне. И вот таким образом как-то решилась его судьба. А как определить, какой инструмент подойдет молодому человеку? Вот вы как преподаватель, как учитель. Мы сейчас не столько Матвеев, сколько других ребят. Я понимаю ваш вопрос. Дело в том, что когда мы присутствуем на вступительных экзаменах, первоначально, или желание родителей, я хочу, чтобы мой ребенок играл на этом инструменте, либо спрашиваем, естественно, а какой тебе инструмент нравится у ребенка? Потому что в жизни они где-то встречались, где-то в детских садах, по телевизору. Но не нужно исключать также и какие-то особенности физиологические. Я хочу играть на гитаре, но при том у меня очень маленький обхват руки, коротенькие ручки. Конечно, тогда мы стараемся переориентировать. Или, например, как на наши инструменты. Наши инструменты достаточно тяжелые, большие. К счастью, сейчас уже существуют и маленькие инструменты, и мы их стараемся покупать. И мы, конечно, берем и пятилетних детей. К сожалению, даже вот в моем возрасте, когда мы учились детей на баян-анаккордеон, брали только с девяти лет. Потому что, ну, чтобы они уже... Те, кто уже могут держать оттуда. Конечно, да-да-да. Вот. Поэтому учитываем и пожелания родителей, и желания ребенка, но и также рассматриваем и какие-то особенности физиологические. Следующее произведение «Сонатора минор» с Карлати в нашей программе не случайно. Расскажите ее историю, что случилось в Суздале. Ну, в Суздале, вот то время, которое мы были, две недели, это не просто мы там отдыхали, слушали, да. То есть это такой проект, как я сказала, носит образовательный характер. То есть в течение двух недель с ребятами занимались известные музыканты, преподаватели из Москвы. То есть у них проходили через день занятия по специальности, им задавались задания, они должны были их выполнять. Конечно, мы уже ехали с готовой программой, с шести произведений, но так получилось, что в пути получили травму. На правой руке сломался палец у нас. Ну, не сам сломался, ему помогли сломаться. Вот. И, конечно же, мы очень расстроились, потому что, надо сказать, вся ситуация, она, ну, в каком-то мере нам дала такую рекламу, нас сразу узнали, нам начали помогать, мы были в центре внимания, в центре заботы. Вот. Но, тем не менее, нам было очень жалко, что мы приехали просто так. И вот я опять повторюсь, вот эта целеустремленность и желание показать, что вот я есть, да, я талантлив. А при этом рука в гипсе. Да, ну, рука, четвертый, пятый палец наложили гипс. Но Матвей стал заниматься. Мы начали искать, что же мы можем показать, над чем нам поработать, чтобы нам что-то подсказали. Ну, и вот как-то так получилось, что попробовал и пришлось вот за эти, ну, там не две недели, а даже неделя, некоторые произведения просто переучить, вот, на три пальца. Да, и вот музыканты, они знают, насколько сложно играть музыку клавирную, а тем более скорлать, и скорлать произведение темповое. Но он смог, и когда, вот еще особенность, что в конце смены каждое отделение давало свой концерт. То есть ребята играли на сцене. Ну, мы, конечно, и шутили, а что мы привезли зря костюм, который весил больше, чем сам чемодан. Я хочу играть. Наш преподаватель, Иосиф Иосифович Пуриц, он, ну, в принципе, неплохо получается. Можно. И, конечно, на сцене... Можно этими пальцами. Да, можно. И это всех удивляло, изумляло, как это так. И снимали, подходили. Самое главное, получилось? Да, получилось очень здорово. Зал принимал на ура. И вот эта коронная фраза, да, я пожму твой гипс, да, поздравлю. Я тебя поздравляю, да, я пожму твой гипс. Сейчас мы с карлатию услышим, сколько пальцев будет задействовано. Пять? Все. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Матвей Крутиков в программе «Четвертая студия». Ольга Пуховская передает большой привет. С удовольствием смотрим на вас. А Виктория Кунец желает вам доброго вечера и большое количество сердечек. Спасибо. Как знак одобрения и восхищения вашей игрой. Поговорим о Международной летней творческой школе, новые имена. Как там построено обучение, расскажите. Как там все устроено? Ну, на протяжении двух недель, как я сказала, преподаватели занимаются с ребятами, то есть уроки через день, с домашними заданиями. Ну, традиционный урок 45 минут. Но удивительно, знаете, в чем? Что помимо вот этих индивидуальных занятий, во-первых, они абсолютно открытые. Да, то есть любой преподаватель, любой ученик может прийти на урок любого, абсолютно. Если я баянист, ну, мне интересно, допустим, личность балалаешника, преподавателя, там был Андрей Горбачев, то, конечно же, мы ходили, смотрели, потому что, ну, некоторые моменты у нас, да, перекликаются. Вот. Помимо этого, ежедневно были организованы творческие встречи, тоже с именитыми музыкантами. И, знаете, было очень приятно, когда на одной из творческих встреч мы так пришли, смотрю, очень знакомое лицо, молодой человек рассказывает, а оказывается, это, если вы помните детское Евровидение Давидович, Юрий Давидович такой был, волшебная песня про волшебного кролика, да. И было очень приятно узнать, что человек связал свою дальнейшую судьбу с музыкой и стал профессиональным симфоническим дирижером, и на данный момент является старжером Мариинского театра у Георгиева, да. И вот такая интересная судьба. Ну, там были, конечно, удивительные эти творческие встречи, творческие лаборатории они назывались. Вот. Помимо этого, ежедневно были концертные. Каждый вечер был концерт. Но ребята же репетировали, да, перед концертами. Перед концертами, да. Ну, знаете, вот, допустим, струнно-смычковые инструменты, духовые инструменты, пианисты, у них были, вот там созданы камерные ансамбли. То есть мы понимали, когда ребята выходят на сцену, да, вот они показывали работу всего лишь недели. Ребята приехали с разных уголков России. И из них собирали ансамбли. Ансамбли. И вот эта работа, это, конечно, здорово. То, что они вытворяли на сцене, это, видишь, профессиональных музыкантов, несмотря на свой юный возраст, да. Это увлеченные ребята, талантливые. Но они такие же, как и все мы. Потому что каждый вечер у них был футбол, у них был дартс, утром была зарядка в 7.30, был бассейн. То есть настолько все было интересно организовано. И вот вечерние концерты, первых три концерта показывали свое мастерство преподавателей, которые давали мастер-классы. То есть можно было посмотреть на профессионализм подобранных вот этих вот преподавателей. А вы заметили, как школа повлияла на Матвея как на музыканта или как на человека? Ну, появились определенные какие-то цели. Да, есть такое немножко. Ну, и в профессиональном, конечно, плане, я хочу сказать, что она повлияла не только на Матвея, и на меня тоже. Потому что многие моменты, ну, как преподавателя, мне были очень интересны. И в дальнейшем, конечно, в работе это мне очень пригодится. Это сразу большой прыжок в знаниях, в творчестве, в стремлении. Ну, это, конечно, новые знакомства, новое общение. Мы сейчас обмениваемся нотами, литературой методической. То есть это в разных направлениях такое. А каков главный урок летний этой школы? Ну, кроме техники безопасности, естественно. Любить свое дело, делать его честно, вот, ставить цели, достигать их. Давайте послушаем парафраз на тему песни Никиты Богословского, извозчиков. КОНЕЦ 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 Матвей Крутиков в гостях у программы «Четвертая студия». «Гордимся нашим колледжем», пишет Дарья Коброва. Анастасия, прекрасное исполнение. Лора Филипченко, молодец. Елизавета, умница. Ольга Пуховская, Матвей, молодец. Ульяна, согласна, как всегда, отлично. Ну, и Лора Филипченко пишет. Вера Федоровна, мы вас любим. Я тоже вас очень люблю. Смотрите нас и в нашей группе ВКонтакте, в интернете. «Беларусь4Могилев». Пожалуйста, поддерживайте наших музыкантов. Задавайте вопросы гостям. Песня старого извозчика «Шутливая». Это понятно. Место юмору у молодых, но серьезных музыкантов есть? Конечно, есть. Даже очень много. Это очень заметно, как это сказать, вне концертной сцены. То есть они очень дружны, веселы, энергичны. Этим своим задором, конечно, и помогают нам. На сцене шутить еще не решаются? А шутят. У нас оркестр образцовый баянистов и аккордеонистов, которым я являюсь руководителем. У нас есть такие композиции. В частности, извозчик сделан с оркестром у нас. И мы там тоже шутим, и вскрикиваем, и хлопаем, и топаем, и поем. То есть мы любим шутить. Насколько важны для молодых музыкантов конкурсы и фестивали? Это, прежде всего, мотивация заниматься, двигаться дальше. Видеть какую-то цель, которая вот-вот есть. Потом, знаете, тоже съездить и посмотреть, как же играют другие. Это тоже очень интересно. Но ведь не всегда удается побеждать. Как научить их тому, что не всегда они будут первыми? Ну, к сожалению, это такая немножко больная для нас тема. Но я всегда им говорю, а вы воспринимайте вот это падение как ступенька к последующему росту. То есть каждая неудача, она должна преследовать последующую цель. Поэтому, ну, стараемся над этим, работаем. Потому что в процесс этот вкладывается очень большое, затрачивается энергия, труда. И, конечно, жалко, что где-то что-то не получилось. Расстраиваются, но стараются понимать, чем взрослее, тем больше это понимаешь. Это ведь все-таки не спорт. Это не то, чтобы неудача. Это, может быть, есть просто кто-то лучший, есть к чему стремиться. Ну да, но если учесть, например, что есть конкурсы, победители, которые получают денежные вознаграждения, и когда ты к этому стремился, полгода готовился, и, то здесь некий такой осадок, он же присутствует. Ну, очень важно, конечно, научить молодых людей этому. Потому что, как некоторые великие футбольные тренеры, они говорили, что на поражениях учатся лучше, чем на победах. Ну да, в этом есть какой-то смысл. Давайте послушаем следующую композицию. Это аранжировка мелодии из кинофильма «Игрушка». «Игрушка» «Игрушка» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был Матвей Крутиков, у которого, я уверен, большое музыкальное будущее. Визитной карточкой Могилевского государственной гимназии колледжа искусств имени Глебова стал международный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Могилевские нагреши». Давайте посмотрим сюжет, как проходил этот конкурс в этом году, а потом у нас будут новые гости. Подрыхтолка до удела в международном конкурсе выканавцов на баяне и аккордеоне «Могилевские нагреши», кажут музыки, заняла шмот часу и сил. Кожны упевнена и шоу до досягнения своей мэты. Кто-то хочет перемахчать, а для кого-то главное – проявить себе. Готовился я долго, очень долго, можно сказать, сентября. Но надежды нет, я просто пришел показать то, что я сделал, проделал на свою работу. Мы долго репетировали, произведения новые учили. Ну, в итоге вот выучили, вышли, сыграли. Я хочу победить, да, хотелось бы. Особливость международного конкурса заключается у отсутствия взрослых обмежеваний. Принять удел могут навод самые маленькие музыканты. Не оглядит шинахэта, пероможца один. И журы судить у всех удельников по огульных правилах. Это очень интересно, ну и, конечно, это очень почетно. В таком престижном международном конкурсе одержать победу во втором туре среди участников абсолютно разных возрастных категорий и номинаций. Поскольку этот конкурс международный, то сюда приезжают представители разных стран, представители разных городов. И в этот раз нас порадовали гости из России, которые успешно тоже выступили на этом конкурсе. На международный конкурс заявку можно было подать и онлайн. Вы смотрите программу «Четвертая студия». Мы работаем в прямом эфире на «Беларусь. Четыре Могилев» и в нашей группе ВКонтакте в интернете, где вы можете задавать вопросы нашим гостям. У нас, как я и обещал, произошла смена. Вера Федоровна, конечно, осталась, но уже в составе ансамбля «Либерти» Могилевской государственной гимназии колледжа искусств имени Евгения Глебова. Вера Федоровна, вы теперь с инструментом, но все равно мы будем с вами разговаривать. Расскажите об этом прекрасном ансамбле. Этот коллектив у нас появился не так давно, появился не случайно, потому что когда нашему учебному заведению было присвоено звание имени Евгения Александровича Глебова, готовился очень большой концерт, презентация. И вот произведение, которое мы будем исполнять, осталось без исполнения. И очень просили, но оно должно прозвучать в концерте, давайте подумаем, как это сделать. Ну вот мы приняли решение создать такой небольшой коллектив, и как-то, хочу сказать, в репертуаре оно у нас осталось, и, наверное, стало своеобразной такой визитной карточкой. Ну и мы неоднократно принимали участие в конкурсах, концертных тоже мероприятиях. Преподаватели и ученики, насколько важно, чтобы они играли вместе? Это хорошо, конечно, у них спросить. Ну а почему нет? Наверное, чтобы, во-первых, преподаватели сами продолжали развиваться, и когда ученик видит задор, профессионализм своего преподавателя, наверное, хочется где-то быть и похожим на него, и стремиться к чему-то лучшему. И преподаватели в какой-то мере это подстегивает, да? Да, его еще как подстегивает, держать себя в форме, заниматься. Да. Давайте послушаем первое произведение. Игорь Тамарин, старинный гобелен. Игорь Тамарин. Игорь Тамарин. Игорь Тамарин. Игорь Тамарин. Игорь Тамарин. Игорь Тамарин. молодцы подводит итог промежуточной вашему выступлению вера федоров гимназия колледж носит имя евгения глебова как музыкант откройте секрет что такого в его музыке его музыка уникальна очень мелодично красиво необычно и он же по праву считается не просто белорусским композитором а мировым с мировым именем поэтому мы очень горды что наше учебное заведение носить его имя среди ваших учеников музыкантов которые играют на разных музыкальных инструментах есть те кто возможно может стать будущим композитором для меня это сейчас сложный вопрос но они как показывают вам свои может быть уже произведение пока нет никто не делился как нет не делим вот нет или может вы приходили и говорили вот я тут моих учеников нет пока нет будущем может быть но надо подумать потому что все таки что то должно рождаться я когда этот вопрос вам задал увидел как у некоторых девчонок глаза загорелись значит наверное что то есть значит держит в тайне кто занимается аранжировками у вас произведением ну по-разному есть уже готовые уже написанные для определенного состава на некоторые произведения нам помогают но если это говорить об оркестровых наш могилевский аранжировщик это владимир григорьевич черба есть у нас также связь с новополскими композиторами нашими белорусскими это и малых виктор леонидович и леонид малиновский вот ну и также мы преподаватели тоже проходили в учебном заведении в вузе инструментовку что-то умеем сами делаем аранжировочки сами какие-то инструментовки что-то свое тоже добавляете прибавляете как же конечно свою изюминку свои варианты молодые ваши музыканты предлагают вам есть вот в моей практике были ученики тоже я вела инструментовку и мы делали инструментовку снова конечно это были переложения симфонических партитур для баянного оркестра но это тоже вызывает определенный интерес и такие произведения есть они сохранились нашем репертуаре мы по сей день их играем вы говорили о произведении которое было в вашем ансамбле да это она сохранилась о чем мы говорили это произведение золотая осень золотая осень да евгений александрович у значит я угадал потому что сейчас она и прозвучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы даже перед эфиром шутили У всех было на лето задано домашнее задание, самостоятельно выучено произведение И вот как раз завтра в 9.30 у нас зачет Поэтому, конечно, некоторые ребята активно готовятся к конкурсным выступлениям И все лето трудились, работали без раскачки Они вам рассказывают, музыканты, которые учатся музыке, они летом на каникулах, выходные, тоже играют для себя Или как в школьнике подальше предметы, учебники в обычной школе Вперед бегом на речку к яблокам Я думаю, что как у каждого ребенка, так и у музыкантов Есть детство, есть свое увлечение, есть отдых Конечно, это ошибочно считать, что прямо они вот сидят, не встают из инструментов Нет, как обычные дети Ну потому как они улыбаются, я такие вижу Что дети, они обычные Они и шалят, они и шумят Всего хватает В чем особенность, может быть, преимущество вашего учебного заведения, расскажите Ну, на мое усмотрение, наверное, у нас очень такая своеобразная атмосфера Не зря музыкальные предметы, да, вот непосредственно обучение на музыкальном инструменте Они происходят индивидуально, да, то есть каждому ученику есть свой индивидуальный подход Вот, поэтому удается как-то ко всем подходить по-разному Кому-то давать сложнее, кому-то проще Но детям очень нравится У нас высококвалифицированные преподаватели Тонко чувствующие психологию ребенка Вот, ну и они дают хорошую подготовку В принципе, те дети, которые поступают в высшее учебное заведение Не только связанные с музыкой Они достаточно успешные и просто хорошие, замечательные люди А куда потом обычно поступают ваши выпускники? Кем они становятся в итоге? Вы знаете, практика показывает совершенно удивительные вещи Среди наших выпускников есть и медики, и инженеры И вот куда у нас? Из Тельхозакадемию поступают ребята И журналисты, и лингвисты Разные абсолютно направления Все-таки, наверное, музыка воздействует на формирование личности с разных сторон Поэтому абсолютно разные Далеко не только музыканты Полина Петровская пишет «Браво!» Это оценивая, естественно, золотую осень Спасибо Каролина очень красива Ну и Анжела Лазуткина тоже много аплодисментов Мой любимый вопрос Мой любимый вопрос Зачем заниматься музыкой? Почему это полезно, скажем так? Ну, как я уже говорила, музыка воздействует на человека с положительной стороны Вы знаете, не так давно я как-то немножко углубилась в область изучения музыкальной психологии И прочитала такое очень удивительное Но это не высказывание, это на самом деле Вот известный всеми философ Платон говорил Что, чтобы государство было могущественным Да, очень важно, чтобы в нем звучала правильная музыка То есть вот эти вот правильные ритмы, гармонии Они очень благоприятно воздействуют на формирование души и вообще личности Поэтому, ну, наверное, чтобы наше государство было процветающим, лидирующим Надо, чтобы дети приходили, обучались музыке Надо, чтобы была гармония в обществе, в государстве и в душе у человека Да, абсолютно верно Послушаем следующее произведение Еще одно Лерой Андерсон Синкопированные часы Синкопированные часы Синкопированные часы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где вас можно услышать вживую? Это тоже всегда интересует наших телевизорителей. Учреждения образования Могилевская государственная гимназия колледж искусства. Вы часто даете концерты? Ну, не сольные концерты. Я думаю, что это будет в наших планах в будущем. Но как участники отдельных концертных выступлений, да. Ну и занимаетесь благотворительностью. Там тоже обычно общий концерт у вас большой. Очень популярный, известный в городе. Да, конечно. Надо следить за афишей. Обязательно. Быть внимательными. Да. Что пожелаете в финале нашей программы нашим зрителям, которые сейчас смотрят эту передачу, и взрослым, и молодым людям? Ну, что можно пожелать? Конечно же, это крепкого здоровья. Не бойтесь трудностей. Развивайтесь. Ставьте цели. Достигайте их. И приходите к нам. Приводите своих детей. Учиться. Всегда будем рады. И самое главное. Будьте гармоничны. Да. И делайте мир гармоничным вокруг вас. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо зрителям, что смотрели нас. Оставайтесь на «Беларусь. 4 Могилев». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok